Бойку мы тоже отправляем в этот контейнер. Пластиковая бутылка в один контейнер, алюминиевая банка в другой. Принципом раздельного сбора мусора сегодня обучают у волонтеров акции «Мы вместе». Стеклянная бутылка, резиновые перчатки или одноразовая защитная маска. Как рассортировать мусор, чтобы не загрязнять окружающую среду? После этой лекции волонтеры поймут, как рассортировать мусор, в какой бак класть именно. Так как есть там классификации по фракциям. То есть есть фольгированная упаковка, простите, пожалуйста. Есть твердый пластик, есть также бутылки из-под воды и алюминий. Ежедневно волонтеры обходят десятки адресов с пакетами, полными продуктов. После каждого визита маску и перчатки приходится выбрасывать, как и упаковку. Для волонтеров у нас здесь организован раздельный сбор отходов. И они тем самым учатся даже в штабе волонтеров разделять отдельно мусор. Помимо того, что они ходят с продуктовыми раздаточами и помогают сейчас нуждающимся семьям. Большинство видов отходов можно перерабатывать и утилизировать, но не все у нас в регионе. Некоторые виды мусора, такие как пакеты из-под сока или фольгу от шоколада, приходится вывозить туда, где есть мощности для их переработки. Об этом волонтеры должны не только знать сами, но и по возможности рассказывать тем, с кем они встречаются. Олег Зверев, Василий Калдашов. События.